Диалог на равных Гимнастика для пожилых людей И вот такие необременительные мероприятия, конечно, сказываются на нашем здоровье А теперь подробнее об этих и других новостях В администрации региона обсудили проблемы инвалидов трудоспособного возраста На заседании Совета по проблемам инвалидов и граждан пожилого возраста рассказали Что на Смоленщине проживают более 22,5 тысячи инвалидов трудоспособного возраста Из которых трудоустроены 5 тысяч человек Планируется, что к концу 2019 года в области будет обеспечена занятость 8,5 тысяч инвалидов трудоспособного возраста Сейчас в регионе реализуется подпрограмма сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья молодого возраста при их трудоустройстве Инвалиды индивидуально сопровождаются специально обученными сотрудниками в целях адаптации на новом рабочем месте Также на совещании обсудили инклюзивное образование Сейчас в регионе обучаются 1700 несовершеннолетних детей инвалидов На заседании рассказали, что регион участвует в реализации государственной программы России «Доступная среда» За время ее существования в 40 детских садах и 86 школах созданы специальные условия для обучения 3 октября Смоленский ОМОН отметил ведомственный праздник Эти отряды милиции были созданы для борьбы с преступностью, групповыми и массовыми правонарушениями С апреля 2016 года ОМОН перешел в систему управления Росгвардии по Смоленской области Отряд был создан в регионе 27 лет назад На счету подразделения большое количество специальных операций, которые проводились в городе Смоленске, области и в других регионах России За образцовое исполнение служебного долга, мужество и отвагу Более 250 сотрудников ОМОН награждены государственными наградами Как правильно расставить приоритеты, реализоваться и найти свое место в жизни Это и не только обсудил исполняющий обязанности главы Десногорска Александр Новиков со школьниками муниципалитета Подробности в сюжете Карьера и социальный лифт Тема диалога на равных Диалога, в котором особенно нуждаются именно школьники Те, кто стоит на пороге неизвестной и часто непонятной взрослой жизни 1 октября в Центре культуры и молодежной политики Заместитель главы Десногорска Александр Новиков стал тем, у кого можно было запросто спросить С чего начать и как поступить Как начать первые самостоятельные шаги Карьеру и при этом не ошибиться Этот путь когда-то предстояло пройти и Александру Новикову От слесаря до заместителя главы Карьера, которая может вдохновить каждого Старшеклассники из первых уст услышали об истории успеха, о сложности выбора и сделанных выводах Старшеклассники интересовались вопросами карьеры и личной жизни Александра Новикова Об интересах, семейном быте и профессиональных планах Некоторые присутствующие задавали и вполне прагматичные вопросы Как считаете, что в данный момент влияет на получение хорошей работы? Спросить то, о чем не пишут в учебниках и услышать авторитетное мнение опытного человека Пожалуй, главные цели проведенного семинара Ведь несмотря на доступность и часто переизбыток информации Сделать верный выбор непросто Особенно это касается молодых людей У нынешней молодежи очень много возможностей И определиться в каком ключе им сегодня сложно Но, опять же, очень хорошо, что они могут больше попробовать За менее короткий срок Они могут попробовать себя в одном направлении Они могут попробовать себя в другом направлении В третьем, в пятом, в десятом И в итоге все-таки найти и выбрать ту нишу, которую они займут в своей жизни Подобные форматы встреч будут продолжены и дальше А школьники поняли то, что большой путь начинается с первого шага И важно, чтобы этот шаг был в верном направлении С начала года в Смоленской области зарегистрированы 20 случаев с заражением бешенством Больных животных фиксировали в 10 районах Смоленщины Все случаи подтверждены лабораторно По информации Роспотребнадзора, в половине случаев это были лесные звери Чаще других бешенство обнаруживали у лис Среди домашних питомцев лидеры антирейтинга – собаки Предположительно, они заболели после контакта с дикими особями Примечательно, что число заболеваний в этот раз в 2,7 раза меньше Зарегистрированных за аналогичный период прошлого года 27 сентября, накануне Дня атомщика, в выставочном зале торгового центра «Феникс» Открылась экспозиция фотографий участников третьего международного фотоконкурса В объятиях природы Наша съемочная группа посетила открытие Региональный этап международного фотоконкурса был организован Смоленской атомной электростанцией и администрацией города Десногорска Его участниками стали 35 юных фотографов-натуралистов Десногорска и Рославля в возрасте от 14 до 17 лет На суд жюри было представлено более 130 работ экологической направленности На снимках пейзажи, птицы, звери, насекомые и растения Необычность и притягательность представленных работ в том, что их авторы не профессионалы А школьники, сумевшие показать свой взгляд на мир, окружающий Десногорск и Смоленскую атомную электростанцию Хотел бы сегодня, пользуясь случаем, пожелать всем молодым талантам, кто занимается фотографией, конечно же, творческих успехов Развивайтесь в этом направлении Получайте новые навыки и принимайте участие в различных конкурсах Участники фотоконкурса в торжественной обстановке получили памятные подарки от Смоленской атомной электростанции Первое место в региональном этапе конкурса заняла фотография подражания Куинджи Анастасии Тихоновой Необычные композиционные решения отметила жюри в фотографиях Софьи Котовой и Дмитрия Удалова Которым присудило второе и третье место соответственно Еще 10 школьников были поощрены в специальной номинации за творческий подход Виталий Волков, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Веснатовы Смоляне выбрали самое вкусное старинное блюдо региона Кулинарный фестиваль «Вкусная Смоленщина» приурочен к выходу в свет нового гастрономического путеводителя Впервые под одной обложкой собраны около 300 уникальных рецептов смоленской кухни Презентовать гастрономический сборник приехали делегации большинства районов Представив самые вкусные рецепты своих городов и деревень, а также историю их возникновения Какова на вкус Смоленщина можно было узнать, отведав блюда, приготовленные хозяйками из разных уголков области Продегустировав специалитеты различных районов, в Смолене выбрали самое вкусное блюдо Смоленщины Неожиданно им стал холджерковский талалуй, ломтики вареного картофеля с льняным маслом и семечками Несколько месяцев назад это необычное смоленское блюдо попало на гастрономическую карту России Весногорские пенсионеры предпочитают быть в форме не только в садово-огородный сезон Вернувшись в город, бабушки приступили к тренировкам в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна Занятия проходят три раза в неделю, этого достаточно, чтобы быть в отличной форме Сперва ходьба по кругу, потом упражнения на руки, ноги, суставы, растяжка, упражнения для спины и пресса Настоящая физкультура, да и тренер, профессионал Кажется, эти женщины что-то знают, их желание жить и действовать просто поражает Летом в садово-огородный сезон они работают на земле, чтобы прокормить не только себя, но и всех своих детей и внуков А в осенне-весенний период занимаются здесь, чтобы не потерять форму И вот такие необременительные мероприятия, гимнастика с палочками, с гантелями Конечно, сказываются на нашем здоровье Мы меньше болеем, меньше обращаемся в больницу Спортивная группа для пенсионеров была сформирована в 2010 году Сейчас в ней занимаются более 40 человек И с каждым годом список любителей здорового образа жизни пополняется новыми участниками Я хожу сюда с 2011 года И вот столько лет, и мне очень нравится Я чувствую, что мне лучше, позитивно на себя чувствую Я себя чувствую в тонусе Как сарафанная радио работает, говорят, рассказывают, приводят своих подруг, родственников, знакомых Поэтому уже у нас тут все близкие, уже почти родные Все друг друга знают Самое главное, что физкультурой можно заниматься недалеко от дома и совершенно бесплатно Ступить в ряды активных пенсионеров очень просто Подробную информацию можно узнать на вахте физкультурно-оздоровительного комплекса Десна Виталий Волков, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков Увидимся Субтитры подогнал «Симон»